Грибная сезон 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 То есть у них есть строгая ритмика, которая привязана к температуре, влажности и так далее. Если мы говорим, они раньше появились, тут звучало месяц-два, но этого не может быть. Это что, они в марте-апреле появились? Да нет же. Они появляются в конце мая, в июне и так далее. Когда мы говорим, что они появились раньше, это мы имеем в виду, что их массовое появление раньше, чем рано и ожидали. Ну, скажем, обычно мы где-то в августе собирали очень много грибы, а вдруг они появились массово в июле. И это фиксируется как раннее появление. На самом деле, это все вкладывается в обычную, ну, скажем так, летнюю ритмику плодоношения грибов. Просто они быстрее стали, много. Массовое плодоношение произошло где-то в другой месяц или раньше на месяц. Виктор Андреевич, вот пользуясь случаем, что у нас настоящий ученый, можно вас микологом назвать? Да, я миколог, я всю свою жизнь, я профессиональный миколог. Вот просто непрофессиональный миколог Александр настолько, что пугал мутирующими грибами. Хотелось бы узнать про мутацию грибов, настолько ли это страшное, настолько ли это распространенное явление? Ну, я могу сказать так, вот, проработав всю жизнь как миколог, и, в общем-то, зная микологию, я могу сказать, я не встречал ни одного научного факта, который бы так показывал, что грибы быстро мутируют. По крайней мере, те грибы, о которых мы вот говорим, например, эти. Ну, а вот они токсичные, нетоксичные? Можно их есть? Все можно есть? Вот детям говорят, нельзя есть. Ну, почему? Все можно есть, можно кушать, но надо просто понимать, что если это ребенок, ну, я не знаю, с какого возраста, если это грудничок, ну, наверное, нельзя. Но если это ребенок лет 5-7, то он вполне может принимать грибы, но небольших количеств, как взрослые. То есть в качестве добавки почему-то нельзя. Хоть чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. И напоследок, что посоветуете уральским грибникам, отправляющимся в лес, как себя обезопасить? В смысле обезопасить? Обезопасить от травлений будущих, возможно. Ну, вот я последнее время, когда мне так спрашивают, я говорю следующее. Ну, не надо все, то, что вы видите в лесу, тащить в рот. Ну, это же глупость. Понял, Женя? Увидят любой гриб и тащат его в рот, собирают, потом несут домой, готовят и травятся. Ну, есть хорошо известные съедобные грибы. Наши уральские леса чрезвычайно ими богаты. Ну, вот белый гриб, маслята, подосиновики, грузди и так далее. Мы их все знаем. Ну, собирайте их. Вы за традицию. Грибная. Глупость взять неизвестный гриб, приготовить, отравиться и потом болеть. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Доктор наук, сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения Академии наук, миколог Виктор Андреевич Мухин был сегодня у нас в гостях. Сразу после непродолжительной короткой рекламы у нас будет задорный гороскоп, так что оставайтесь с нами.